Новый коллегиальный совещательный орган, Совет молодых специалистов, сформирован в холдинге «Восток Цемент». В состав молодежного объединения вошли сотрудники заводов «Восток Цемента», а также представители компаний-партнеров холдинга, которые не достигли возраста 36 лет. Сегодня активные инициативные, со своими предложениями, конечно, это молодежь. Молодежь компании, наша молодежь, которая в стране, то есть делает инициативы. И очень часто бывает, мы, старшие коллеги, ну, вроде как считаем, что это не сильно важно. Поэтому данный орган коллегиальный обратит на себя внимание руководителей всех уровней и покажет, что надо нашей молодежи. Основной целью Совета молодых специалистов является объединение усилий молодежи предприятия, направленных на реализацию молодежной политики, повышение степени участия в общественной жизни, подготовка кадрового резерва, создание условий для проявления инициатив. Первое собрание молодых специалистов состоялось на территории Владивостокского бута-щебеночного завода. Совет здесь состоит из 27 человек. В ходе собрания был решен ряд важных вопросов. Один из них – избрание председателя. Знал, предугадывал, что стану председателем. Заранее все это обсуждалось именно работа по холдингу в целом молодежного совета. Это ближайшие планы на будущее. Но если так не обширно говорить, то есть в каких-то таких локальных рамках, то организоваться, разработать смету, то есть посмотреть, что мы имеем на год и на ближайшее будущее по финансам. В планах Совета реализация и защита прав молодых специалистов, обеспечение социальных гарантий и льгот, а также привлечение молодежи к участию в социальной, общественной, культурной, спортивной и научно-исследовательской работе. Добавим, в связи с ситуацией, связанной с новым коронавирусом, холдинг «Восток Цемент» вел ряд мер по борьбе с распространением вируса. К слову, предприятия, работу которых невозможно остановить, продолжат свою деятельность на время карантина. Те предприятия, которые не являются постоянным производственным процессом, которые нельзя остановить, будут освобождены все от работы, люди будут находиться на каникулах, но соплачиваем, как это положено, как и был указ президента, днем. Те наши предприятия и цеха, в частности, которые нельзя остановить технологический процесс, они будут работать. Они будут работать, люди будут получать заработную плату, заработную плату будут получать в двойном размере, Потому что мы считаем правильно и социально ориентированно, хоть и говорят, что если указ можно платить, и если вы непрерывно в одном размере, мы считаем, что это неправильно. Мы должны поддерживать людей, мы должны платить заработную плату, потому что они тоже находятся в точке риска. На время работы все сотрудники заводов «Восток Цемент» будут максимально оснащены средствами защиты и профилактики. Дмитрий Беломестнов, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.